Начать очистку Салгира российская администрация Симферополя решила с массовой вырубки деревьев. На набережной крымской столицы от ветвистых ив остались только пеньки. Спиленные ветки, груды мусора прямо на тротуаре и пеньки. Все, что осталось от раскидистых ив, которые еще недавно украшали набережную Салгира по улице Гаспринского. Предприятие Горзеленхоз начало очистку русла реки Салгир с массовой вырубки деревьев. Городские власти решили, что именно ветви деревьев, спускающиеся к реке, а не мусор в воде, больше всего мешают прохождению воды и грязи. Сейчас, конечно, некомфортно. Очень жарко. Это наше излюбленное место для прогулок. Сейчас некомфортно здесь гулять. Понятно, нет тени. Немножко не обустроено. Это все грязновато. В администрации Симферополя пояснили, что вырубают только аварийные деревья. Но появятся ли вместо них новые, в администрации затруднились ответить. Большинство горожан к действиям коммунальщиков относятся с пониманием. С одной стороны, тенька стало меньше и все прочее станет меньше. Но многие деревья находились в аварийном состоянии и порой падали. В принципе, я видел, что многие действительно аварийные деревья были спилены, которые были сухие, которые были на грани собственноручного падения. Поэтому здесь я, конечно же, за. А если говорить вот о молодняке, который можно посмотреть и сейчас был вырублен, то, конечно, я против, потому что это создает определенную атмосферу, когда ты гуляешь по речке. Ну, я считаю, что это нужно сделать, потому что очень запущенные состояния у канала, можно сказать так. Ну, я, конечно, отрицательно отношусь, когда вырубают деревья, но другого выхода не вижу. Расчистить все вот это и облагородить как-то. Облагораживание набережной – одна из наболевших тем для симферопольцев. В прошлом году мэрия прочистила всего 350 метров русла Салгира, пообещав провести капитальные работы, когда выделят деньги с федерального бюджета. В этом году благоустройство началось после многочисленных жалоб горожан и обращений общественников. Активисты выявили отсутствие 260 секций ограждения, 15 аварийных площадок для обзора и 9 мостов, которым грозит обрушение. Мы не имеем права вносить набережную в бюджет, потому что она не стоит на балансе. Но из денег, которые выделены на уборку улиц, практически 15% уходит на уборку этих набережных. Вдоль Салгира уже вырубили больше 40 деревьев. При этом горзеленхоз не планирует останавливаться на данном участке и продолжит очистку русла от проспекта Кирова до Гагаринского парка. Ломать не строить, а рубить деревья, несомненно, легче, чем ремонтировать мосты. Элиф Абдуллах, Митакай, Заман, АТР.